Продолжаем программу и к другим темам. Казахстанец Марат Палмахов изобрел автономную гидроэлектростанцию. Генератор переносной и функционирует исключительно на воде. Сам автор называет свое изобретение вечным двигателем, потому что работать он может непрерывно и способен выдавать напряжение до 380 вольт. Айман Каймульдина познакомилась с новатором и узнала, как это работает и главное, какое будущее у отечественного ноу-хау. Этот генератор похож на мельницу. Зеленое колесо с лопастями, словно оазис в пустыне, воссоздает жизненную силу вокруг. Вода в нем автоматически поднимается, а сила рычага раскручивает агрегат и вырабатывает ток. Данный агрегат работает на большом маховике, соединенным малым шкивом, который передает инерцию на генератор, раскручивает. Генератор тем временем передает энергию на контроллер, который заряжает аккумулятор. С аккумулятора снимает инвертор, необходимое напряжение. Этот инвертор считает на 10 кВт. Почти 10 лет посвятил Марат Палмахов своему изобретению, как говорится, вложил душу. А собрал его за две недели, используя всего три простых компонента. Медь, алюминий, сталь. По его утверждению, установка может работать автономно, вне зависимости от климатических условий. Он может вырабатывать электронику круглосудочно в течение года. Он не зависит от климатических условий. Пусть там будет минус 40, пусть там будет плюс 40. Также может использовать в степи, в подвале, и все перерабатывается. Нет экологически вредных компонентов, составляющих. Энергоконструкция способна выдавать напряжение до 380 вольт. Легко собирается и запускается. Ее можно использовать для орошения полей и обеспечения электроснабжения отдельных населенных пунктов. Сейчас мы подключили здесь болгарку, которая пилит трубу, дрель, которая сверлит дерево. То есть можно подключать любые приборы. Его можно масштабировать от 10 кВт до 100 до мегаватта. Начиная от частного дома запитывать и предприятий, целые поселки. Ноу-хау запатентованно. Изобретение Палмахова вызвало интерес у зарубежных инвесторов. В планах наладить производство таких генераторов по всему Казахстану. Инженер надеется, что совсем скоро они будут востребованы на мировом рынке. Айман Каймульдина, Ерик Керемкулов, Жебекжола, Алмата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова